Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Осталось прогнозировать всего лишь несколько важных отчетов, которые, разумеется, отошли на последний день. Если смотрели уже, так опережающие, на содержание экономического календаря, то понимаете, что сегодня у нас в центре внимания статистика по канадскому доллару, статистика по экономике Канады и данные, которые, в принципе, должны были бы уже привести к обратной динамике канадцев, потому что за последние полтора месяца, ну, лучше сказать, за месяц укрепление просто более чем чрезмерно. Рост больше, чем на 700-800 пунктов без каких-либо откатов по паре USDCAD, тогда, когда есть и предпосылки, немножко даже рынка перегореть уже идеей того, что банка Канады дальше будет повышать процентные ставки. Однако на настроение это не оказывает никакого внимания трейдеров, поскольку они как покупали канадцы, так и продолжают это делать. Надеюсь, что, друзья, сегодняшняя статистика добавит нам хотя бы немножко статистических поводов, чтобы спровоцировать совместными усилиями их обратную динамику. Ну, будем уже смотреть по факту выхода отчета. К канадцу я еще, безусловно, вернусь. Давайте начнем, как всегда, с рынка нефти. Клосс вчерашнего дня 49.31, хай 50.18. Протестировали мы столь важное сопротивление. Закрепиться нефть выше не смогла. В соответствии с ожиданиями отступила и снова оказалась ниже полтинька. 49.55, сейчас котировки. В целом, что мы сейчас продолжаем торговать на рынке черного зуба? Мы понимаем, что очередная неделя – это дни разных отчетов, разных фундаментальных событий. Те, кто поддерживает, собственно, нефть, потом тут же выходят данные, которые больше усиливают именно интерес с точки зрения продаж к этому максимуму. Вот, собственно, эта неделя тоже не стала исключением. Мы начали с фундаментального негатива резонанса позапрошлой недели, когда трейдеры анализировали данные по количеству нефтиных терминалов от природства, обозначив скромные темпы замедления. Опять же, динамики роста всего лишь на две штуки выросли за позапрошлую неделю. После переключились, опять же, на статистику по запасам. И мы вспомнили, что еще есть такой прогноз, как администрация энергетической информации по производству сланцевой нефти в штатах. Я делаю, друзья, большой акцент сейчас на американскую статистику, потому что у нас пятница сегодня. И еще один отчет американского происхождения снова в Бейкер-Хью. Здесь у нас такой преемственный фундаментальный фонд. Сначала мы анализируем с вами данные по количеству нефтиных терминалов, получаем очередное подтверждение того, что количество станций увеличивается. И делаем выводы абсолютно оправданные, связанные с тем, что рост терминалов будет выступать первопричиной для дальнейшего роста нефтедобычи и нефтепроизводства. Вот если вас не устраивает такой преемственный фундаментальный фонд, боксинг, не обращайте на него внимания, тогда следите за докладами соответствующих ведомств, которые оценивают ситуацию на рынке. В частности, администрация энергетической информации, напоминаю, повысила прогнозы по добыче в августе сланцевой нефти на 113 тысяч до 5,58 миллиона. То есть август, как заключительный месяц еще и летнего сезона, обещает стать восьмым месяцем подряд, когда производство нефти увеличивается. И если есть какие-то предпосылки, ожидания того, что ОПЕК сможет убедить Ливию и Нигерию присоединиться к сделке по энергетическому факту, разумеется, у ОПЕК нет никаких инструментов воздействия на Штаты, чтобы они поддержали эту инициативу. Поэтому, если у нас, скажем, даже вопреки ожиданиям, спустя несколько дней, ну, разумеется, я подразумеваю ввиду понедельника, когда состоится встреча представителей ОПЕК, мониторингового кабинета, где будут снова обсуждаться вопросы того, как еще можно повлиять на рынок нефти, когда мы минуем это событие. При любом раскладе сил у нас останется негативный фактор в виде Соединенных Штатов Америки, про который мы ни в коем случае не будем забывать. Плюс ко всему, друзья, я хочу снова обратить ваше внимание на статистику среды по запасам нефти, ну, точнее, даже не по запасам, а по объему добычи, в соответствии с которым производство нефти выросло на 32 тысячи баррелей. И, резюмирую, как я уже отметил, за последние три недели рост добычи составил 200 тысяч баррелей. Это, конечно же, очень много. Это то, что лишает каких-либо шансов все усилия ОПЕК, направленные на стабилизацию, собственно, всего рынка черного золота. Как только у нас замаячил впереди уровень 50 долларов за баррель, вроде бы как на рынке были причины на ожиданиях подрасти, опять же, того, что какие-то договоренности будут достигнуты в понедельник. Этого не произошло. Чему? Потому что участники рынка сейчас не торопятся форсировать эти события, поскольку понимают, чем шреват, опять же, текущий фон и понимают, что нет особой целесообразности сохранения длинных позиций, поскольку фундаментальная картина не изменилась и может только ухудшиться уже на следующей неделе. Вот как раз на такое фундаментальное топливо я и продолжаю рассчитывать и, собственно, ставить. Надеюсь, что многие из вас поддерживают такую же позицию, потому что лично я устал уже болтаться в коридоре, вот в этом 47-50, скажем так. Нужны новые экстремумы. Надеюсь, что эти экстремумы будут зафиксированы уже на нижней границе. И надеюсь, что произойдет это в самое ближайшее время. Сейчас основное центральное событие. Это встреча мониторингового кабинета в Санкт-Петербурге, которая состоится в понедельник. Мы, безусловно, будем говорить об этом и по итогам торговой сессии в понедельник, то есть во вторник, когда снова соберемся с вами в прямом эфире через перископ 9.30 по московскому времени. Я думаю, что нам будет уже не то, чтобы подвести даже возможность итоги этой встречи, ну и уже констатировать более-менее интересные ценовые уровни на всем рынке черного золота. Но это событие понедельника. Сегодня у нас есть еще десерт под закрытием текущей пятидневки. Это данные Baker Hughes, традиционно в 20.00 по московскому времени. Думаю, что нет ни единого повода и основания отказываться от того, что динамика роста сохранится и продолжится, тем более, что цены на нет находятся на таких высоких значениях, как, в принципе, 50 долларов за баррель. То есть этот уровень уж точно способствует тому и соответствует рентабельности сланцевого бизнеса. Поэтому я жду сегодня продолжения давления на котировки нефти, собственно, продолжения того давления, которое было оказано в рамках вчерашних торгов, и надеюсь, что мы сможем с вами снова вернуться к поддержке в 48 долларов за баррель. А вот от этого уровня и пойдут наиболее интересные движения в следующей неделе. Российская валюта тоже в замешательстве, точнее, не в замешательстве в отношении рубля. Все понятно. Рубль курит в сторонке, смотрит за тем, что происходит с нефтью. Мы с вами поставили сейчас конкретные горизонты, обозначили планирование, знаем, что может произойти с нефтью. Ждем реализации этого сценария и, конечно же, верим в то, что рубль снова окажется выше 60 против доллара. Вот, кстати, если сегодня будет подхвачена негативная динамика прошлого торгового дня, то мы сможем завершить пятничную торговую сессию выше отметки 59,5 против доллара. А следующая неделя будет интересна еще тем, что в пятницу в следующей состоится заседание Центрального банка России, где, наверное, в угоду и под стать текущим данным по инфляции, которым российские монетарные власти гордятся, хотя не понимаю, почему, могут быть приняты новые решения по поводу коррекции процентных ставок. Ну, здесь очень трудно сейчас предугадать, какую динамику покажет российская валюта, хотя я могу истнуть и отметить то, что рубль на предполагаемое дополнительное снижение процентной ставки на 25 поясных пунктов в мире не отреагирует совершенно никак, поскольку с учетом действительно объективных показателей по индексу потребительских цен это уже должно быть заложено в котировке российского валютного актива. Но и даже если это не так, определяющим инструментом и фактором, триггером, катализатором и ориентиром для рубля будет по-прежнему нефть. В долларе японская иена в ходе вчерашней торговой сессии снова мы наблюдали волатильные торги, но не то чтобы прям совсем аховый, диапазон хода 50-80 пунктов оказывались ниже поддержки в 112 иен против доллара. Сейчас котируемся снова на этом рубеже. Рынок для доллара абсолютно безыдейный, а американская валюта искренне надеялась на то, что в этот раз, точнее на этой неделе, в момент очередного голосования по реформе законопроекта о здравоохранении удастся увидеть зеленый свет для ее реализации и, соответственно, удастся обозначить какой-то импульс для дальнейшего роста. Ну, вы помните, что этот законопроект в очередной раз был блокирован Сенатом, поставлен на паузу, отправлен на доработку, как угодно можно сказать, и сейчас вроде бы как следующий такой определяющий дат является понедельник. Не знаю, насколько это действительно так, поскольку очень короткий промежуток времени, если Сенат настаивал на множестве правок в нем, может быть, и недостаточно этого времени, чтобы их внести. Но в любом случае есть такое ожидание, есть понимание, что к этому вопросу, к реформе здравоохранения вернутся в понедельник. Кто знает, мы, конечно же, не строим избыточных ожиданий, но может быть тогда, когда мало кто надеется и рассчитывает на какой-то позитив, он и произойдет, возможно, это случится в понедельник. Позитив, конечно же, для доллара – это потенциальная убежденность и вера в то, что вслед за реформой здравоохранения будут и другие. Это снижение налогов, увеличение бюджетных трат, потом дерегуляция банковского сектора и так далее. В общем, все, что было обещано господином Трампу во время его предвыборной кампании. Вчера из событий Банк Японии у нас отметился, мы уже даже в ходе утреннего брифинга вчера говорили, что основные параметры денежной политики остались без изменений. Я не обратил внимания, друзья, на очень важный момент, но точнее, честно говоря, забыл. Сейчас я постараюсь реабилитироваться. Важно, что нужно было усвоить из заседания Банка Японии, то, что японский регулятор пересмотрел ожидания по инфляции. То есть, если на этот год они были в районе 1,4-1,5%, они сейчас скорректированы до 1,1%. И Банк Японии считает то, что если все будет на руку, если экономическая картина, конвентура улучшится, и активность потребителей будет толкать цены индекса потребительских показателей по инфляции вверх, то к цели в 2% удастся выйти только к 2020 году. Раньше Банк Японии был более оптимистичен. Они планировали достигнуть этого ориентира в перспективе 1,5 лет. Сейчас все меняется в негативную сторону. Это потенциальный, конечно же, негативный момент для японской иены. Это значит то, что японский регулятор не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. Из статистики заявки вчера вышли по штатам на пособие по безработице. 233 тысячи – прекрасный отсчет, который, может быть, в конечном счете и позволил под конец торговой сессии доллару все-таки вернуться с минимальных дневных уровней. Но все равно отметка 112 иен против доллара – это тот самый уровень, который мы заканчивали с вами прошлой неделей, на котором продолжаем котироваться всю эту. Нам нужно что-то более интересное. И, как я уже отметил, следующая неделя будет стартовать именно с очередного голосования по законопроекту. Помимо этого, нас ожидают еще и ряд очень важных событий по штатам, о которых мы поговорим, разумеется, в ходе следующей пятидневки. Европейская валюта против доллара. Здесь, к сожалению, не оправдался наш расчет, который был направлен на потенциальное ослабление евро. Еще раз разбирая, опять же, ситуацию вчерашнего фундаментального заседания Европейского Центрального Банка, как и ожидалось, ставки остались неизменными на тех же самых уровнях. Ставка ключевая процентная – ноль, ставка по депозитам – минус 0,4%. Изначально куда больше было интереса к пресс-конференции драги, поскольку участники рынка напуганы тем, что и ЦБ может сейчас подхватить тренды ФРС и Банка Канады, тоже пойти на выход из программы количественного смельчения и повышения процентной ставки, ждали же конкретику по поводу вот этих изменений. И, в принципе, мы тоже это ждали, не в контексте того, что Европейский Центральный Банк будет сигнализировать об отказе от мягкой экономической политики, а в контексте того, что ЦБ в очередной раз убедит рынок и отметит жизненную важность, критическую важность, необходимость сохранения текущих экономических стимулов без изменений. И, собственно, друзья, по риторике драги, инфляция остается низкой, инфляция остается сдержанной. По версии, по мнению драги, основная причина давляющего эффекта на показатели активности потребителей – это снижение цен на энергоносители. Ну да, если не разбирать базовый индекс, другого объяснения найти и невозможно, потому что цены на энергоносители, цены на продукты питания – это основные компоненты общего показателя инфляции. Драги отметил то, что экономика находится сейчас в таком хорошем состоянии и в такой хорошей прогрессирующей форме только благодаря тому, что ЕЦБ по-прежнему продолжает заливать рынок деньгами посредством программы количественного смягчения. Здесь есть уже обратная сторона. Миндали, я думаю, что те, кто следит за этим новостным фоном, знают то, что сейчас баланс Европейского Центрального Банка расширен до такой степени, что оказался даже больше баланса ФРС. Если ФРС – это 4,5 триллиона долларов, то в рамках ЕЦБ, по-моему, уже речь идет о сумме 4,7 триллиона. Тем более, что в рамках американского регулятора программы количественного смягчения уже давно свернута. А вот в рамках Европейского Центрального Банка еще четкого понимания того, когда это произойдет, нет. То есть мы можем, опять же, строить прогнозы того, что до конца этого года программа будет действовать, до конца этого года еще, соответственно, 6 месяцев, в рамках месяца 60 миллиардов евро, которые идут, используются через эту программу, и больше 350 еще миллиардов будет влито в экономику. Соответственно, баланс может вырасти до 5 триллионов. Каким последствиям это приведет, но еще не ясно. Но если Европейский Центральный Банк пока особо не старается копаться в каких-то негативных аспектах и следствиях вот этого, значит, наверное, и нам не нужно. Возвращаясь к комментариям Драги, в частности, по поводу стимулов. Если программы количественного смягчения и низкие процентные ставки уже стали причиной такого оздоровления экономики, то нет пока необходимости отказываться от них, пока не решена одна важнейшая проблема. Это низкие значения индексов потребительских цен. А Драги не услышали конкретных сроков по поводу того, когда же все-таки произойдет вот эта нормализация денежных рейдных поездки. Поэтому участники рынка и участники конференции, которые на ней присутствовали, попытались форсировать события и начали задавать вот эти каверзные, провокационные вопросы. И Драги со свойственным ему железным выражением лица не стал причиной роста волатильности, которая могла бы возникнуть. На все вопросы были даны абсолютно лаконичные ответы, которые не спровоцировали никакой турбулентности. Вот на прямой вопрос, когда мы услышим о сроках и планах выхода из действующей программы количественного смягчения, Драги не стал говорить, что осенью мы рассмотрим этот вопрос. Этих комментариев дано не было. Драги лишь подчеркнул то, что единогласный Европейский Центральный Банк проголосовал за сохранение политики неизменной и не обсуждал возможность выхода из экономических стимулов. Но у экономистов Европейского Центрального Банка есть задача вернуться к мониторингу ситуации с программой количественного смягчения и с разработкой потенциального плана. Отказы от нее только по истечении срока действия текущего QE. Это не раньше декабря 2017 года. Времени еще, друзья, куча времени, чтобы спекулировать именно на мягкой экономической политике. Ну и главный вопрос, почему же, если риторика была мягкой, почему евро не отреагировал оснижением? Да и ответ здесь заключается в том, что Драги за время своего продолжительного довольно выступления ни разу не опозначил риски, связанные с высоким курсом евро. А это значит то, что текущие котировки Европейский Центральный Банк в принципе устраивают. Ну не знаю, друзья, насколько это действительно так, насколько они будут устраивать, скажем, спустя квартал, если тем более европейская валюта умудрится сейчас пробраться с текущих уровней 1,1627, выше 1,17. Это уже будет вопрос о следующих заседаниях Европейского Центрального Банка. Следующее состоится, кстати, по-моему, 7 сентября, то есть есть еще 6-7 недель, чтобы самим повариться в этой каше, в этой теме и подумать, пойдет ли ЕЦБ на отказ от действующих экономических стимулов позже. Либо все-таки будет и дальше блюсти эту политику на контрасте, с действиями, которые задействуются и используются в федеральной сделанной системе. Поэтому по евро, я думаю, что исходя из того, что я сказал, уже ясно, что я не рекомендую все-таки длинные позиции, длинные сделки, потому что сигналов, опять же, от ЕЦБ о том, что евро будет дальше расти, не поступило. И не было сигналов относительно того фундамента, который мог бы оправдать дальнейшее восходящее движение. И если хотите рискнуть, и если привыкли это делать, то у вас есть возможность купить европейскую валюту. Если вы все-таки больше относите себя к консервативным, многосрочным трейдерам, уже давно понимаете, что евро находится в таком состоянии перекупленности, что нужно искать уровни для коррекции. Фунт против доллара вчера отреагировал снижением. Хорошо, это тоже в соответствии с нашими ожиданиями. Мы с вами пробили поддержку 1,30, оказались сейчас ниже. Котировки 1,29,66. Это актуальный курс. Вчера вышли данные по уроничным продажам. 0,6% в месячном выражении рос с минус 1,1. В годовом выражении плюс 2,9. Рос с 0,9. Какая-то статистика из ряда выходящая, потому что это парадокс, это нонсенс. То, что фунт обвалился даже на фоне данных, которые могли бы соответствовать нормальной политике Англии, остающейся в составе Европейского Союза, но не на пороге того, что она уже в режиме автономии и за пределами этого объединения Еврогруппы. Это явно не статистика, которая отражает риски, связанные с Брекзитом. И это явно не статистика, которая может хоть как отдаленно ввязаться с показателями по инфляции априори, приводящие к снижению уровня располагаемого дохода и сказывающейся на потребительской активности. Поэтому первая причина, почему фунт снизился по факту этих данных, то, что эти данные не поверили и считают их каким-то фейком, которые будут подразумевать серьезную коррекцию в момент следующего выхода от счета. Ну а второй фактор, может быть, даже более определяющий, как вы знаете, есть такой чиновник Дэвис, который был назначен на должность министра по Брекзиту. Так вот, вчера, собственно, ему выпала возможность повлиять на рейчное настроение в негативном ключе, поскольку Дэвис, комментируя ситуацию с вторым раундом переговоров по Брекзиту, отметил то, что между Еврогруппой и Англией по-прежнему очень много разногласий, которые дают о себе знать. Естественно, чего процесс обсуждения будет затягиваться и настраивать нас, как продавцов, на веру в правильность принятого решения и, соответственно, будет позволять нам сохранять эти короткие позиции, рассчитывать на то, что фунт окажется на гораздо более низких ценовых значениях. Доллар Канадец сегодня в центре внимания, как я уже отметил, розничные продажи в 15.30, в это же время выйдет отчет по инфляции. Здесь, опять же, не хочется строить каких-либо прогнозов, потому что мы в последний, скажем, месяц с вами детально это делали, доверялись тем экспертам, которые дают вот эту объективную оценку, пытались соотнести ожидания с отчетами прошлых месяцев и хотелось, ну, может быть, нам несколько даже предвзято увидеть в этих отчетах причину и фактор давления на Канадца. Этого не произошло. Но, друзья, на текущий момент котировки по USD-каду находятся на отметке уже 1.2591. В рамках вчерашней торговой сессии, видели этот тандемт даже еще ниже? Ну, сколько можно Канадцу расти абсолютно без каких-либо стоящих выраженных откатов? Я не помню, был ли откат больше, по-моему, 70 пунктов. Ну, то есть это ничтожно. Это меньше 10% того укрепления, которое было показано им за последние полтора месяца, то есть за какие-то 7 недель. И где-то должен сработать тот самый стоп. И, понятное дело, этим стопом должна выступить либо плохая статистика по Канаде, либо резкий обвал котировок нефти. Мы сегодня пока не можем рассчитывать на то, что обвал котировок нефти будет резким. По крайней мере, мы можем прогнозировать, что это вероятно случится, если в ходе предстоящей встречи в понедельник не будет никаких судьбоносных решений и договоренностей, чтобы изменить ситуацию на рынке нефти. Но в отношении статистики Канады мы сегодня можем, может быть, форсировать то же событие, можем забегать вперед и предположить, что статистика разочарует и станет причиной откатного движения по паре USDK. Но я все-таки рекомендую и дальше держаться в стороне от этого до этого валютных активов, пока мы не увидим хоть какую-то вразумительную реакцию доллара, и оправданное, на мой взгляд, на текущих уровнях уже ослабление канадцев. Пока что этого не видать. Австралийцы против доллара тоже в центре. Внимание, по австралийцу идет коррекция с отметки 0,80. Сегодня утром состоялось выступление заместителя управляющего резервного банка Австралии Дебеля, который снова обратил внимание на крайне высокий курс национальной валюты и добавил то, что этот курс высокий, обменный, осложняет переходный процесс для экономики. На это трейдеры повелись, начали активно распродавать австралийца. Я думаю, друзья, что в течение следующей недели нас еще ждет не одна словесная интервенция со стороны руководства Резервного банка Австралии. Мы будем прислушиваться к комментариям и будем искать возможности для дополнительного давления на котировки этого инструмента. И надеюсь, что сможем снова уйти в ближайшее время ниже отметки 0,77. Сейчас австралийцы торгуются на уровне 0,7878. Американский фондовый рынок на исторических максимумах, но нужно здесь отметить эффект пятницы и то, что перед выходными и столь важным днем, как понедельник, скорее всего, трейдеры, понимая важность событийного риска и голосование по законопроекту, предпочтут зафиксировать этот лонг. Поэтому я рассчитываю то, что под конец торговой сессии сегодня американский фондовый рынок снова просядет ниже отметки 2460 пунктов. Но в целом это просто констатация возможных изменений. Как и в начале недели, я рекомендую держаться пока от крайне перекупленного американского фондового рынка. По крайней мере, до тех пор, пока мы не заручимся поддержкой мощного фундамента в виде хотя бы одной реализованной реформы Трампа. После этого попробуем снова поискать точки для входа. Друзья, собственно, на этом все. Еще из отчетов 15.30 – это статистика по Канаде, в 20.00 – Бейкер Хьюз, число нефтяных терминалов в США и отчет, который важен для нефти. Здесь ждем коррекции давления и ждем, что котировки по бренду кажутся рядом с отметкой в 48 долларов за бар. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Завершение недели. Увидимся в понедельник. Что на брифинге в 9.30 по московскому времени, что на лебинаре, который состоится, как и всегда, в 16.30 по Москве. Всего доброго. До свидания.